Валер, можно мне объявление тоже сделать? Секундочку, я включил видео, надеюсь, что я его включил, сейчас посмотрю, почему-то я не вижу, что оно включено. Идет запись, я вижу. Идет запись, да, да, ты прав, идет запись, да. Я включил запись, это означает, что мы начали наш вебинар, я формальную некую процедуру выполню. Сегодня 3 марта 2021 года, московское время 16 часов 1 минута. На текущее время у нас количество участников 37. Огромное количество, Володя Чижов боялся, что мало будет народу, вон сколько. 35 человек. У нас тут несколько объявлений. С одним объявлением уже Пархомов выступил, а теперь еще с одним объявлением хочет выступить Климов. Анатолий Иванович, давай. Ну, слышно меня всем там? Значит, уважаемые коллеги, я хотел сказать только, оповестить вас, что завтра будет в президиуме Раен, значит, семинар, посвященный 55-летию открытия Эктона. Значит, вот, Фурсей, профессор, будет делать доклад по Эктонам. Значит, ну, мы, вот, что смогли, заинтересованных, получилось там 15 человек, список отослали. Кто еще хочет присоединиться, вот, не включенный в этот список, значит, пожалуйста, вот, ну, свяжитесь со мной, и я перешлю просто приглашение участвовать в этой конференции. На какая будет? Все будет происходить по Зуму, значит, в 3 часа дня, значит, завтра, в четверг. Ну, Анатолий Иванович, ты вышли тогда, а я разошлю там, кому надо, или ты разошли вот эти подключения, правила подключения? Так, друзья, ну, объявления сделаны. Ну, еще раз я повторю, поскольку это в запись не попал, Александр Георгиевич только что сообщил, что закончилась работа по выпуску трудов 25-й конференции, которая проходила в прошлом году, в Зуме также, 26-й, извиняюсь, конференции, которая проходила в Зуме в прошлом году, и эти труды выпущены под эгидой Озона, который их распространяет. Для того, чтобы их выкупить, необходимо пройти процедуру некую, а как это войти в Озон и как это все купить, можно увидеть на сайте lenor.ru. Это сайт, на котором мы все, значит, основные новости обычно вывешиваем. Ну, вот такая еще новость. Еще раз повторил ее. Еще одно объявление негативное хотел бы сейчас выполнить. объявить о том, что 23 февраля 2021 года умер Борис Устинович Родионов, которого мы очень хорошо все знаем. Об этом мне сегодня сообщила Ирина Саватимова. И, ну, я, к сожалению, не знал об этом. Это неделю назад, по сути дела, произошло. И был там семинар некоторый. Он же организовал семинар. Кстати, он у меня поучился. Два урока или там три я ему давал по поводу того, как вот в Зуме проводить видеоконференцию. И он ее проводил в течение пары месяцев, пары-тройки месяцев. И я с ним созванивался последний раз. Где-то он мне позвонил 14 февраля, поинтересовался, как дела, и сказал, что он с интересом в записи, по крайней мере, смотрит наш вот этот вебинар. Ну, вот его теперь уже нет. Я не знаю, мы еще посоветуемся. Может быть, даже организуем какое-то специальное собрание или хотя бы часть, какой-то с полчасика посвятим тому, чтобы вспомнить о тех работах, которые он выполнял. Потому что человек очень заметный в нашем сообществе. Конечно, нам его будет не хватать. Земля, пусть ему будет ухом. Ну, вот сегодня у нас доклад Чижова Владимира Александровича. Я пару слов хотел сказать о том, как вот я всю эту работу вижу. Да, кстати, друзья, у меня просьба, я забыл об этом сказать. Кроме выступающего и организатора, просьба всем остальным отключить звук, потому что звук мешает. Вот видео можно не отключать, а звук просьба отключить. Это очень просто. Нажмите там клавишу внизу на командной строке зума. Там две клавиши. Выключить звук и остановить видео. И это просто нажатием левой клавиши мышки. Это легко можно сделать. Отключить. Вы будете все слышать, а просто ваши звуки не будут доноситься, которые мешают, конечно. Да, теперь вот о Чижове. Его работа, она так длинно называется, я коротко скажу. Это работе никель-водородного контейнера при комнатной температуре. И там еще три позиции. Я не буду их озвучивать, он их сам озвучит. Вот эта работа началась в конце 2019 года. Так получилось, что мы, вот наша лаборатория НЛИС, выходила из этого исследования, потому что мы поняли, что это очень вредное дело, что там генерируются частицы, которые мы регистрировали разнообразными способами, в том числе около нашего устройства размещали копировальную бумагу, несколько слоев и запросто просто эта частица пробивает дырки в этих копировальной бумаге, Огромная есть библиография на эту тему и будут еще у нас работы. Вот 17-го числа Влад Жигалов будет на эту тему выступать. Вот сегодня на тему о регистрации и особенностях работы никель-водородного устройства начал рассказывать нам Чижов. Мы выходили из этого, и он к нам приехал, я его пригласил, он попросил отсыпать немножко никеля. Мы это сделали, то, что у нас запаслись мы порошковым никелем, мы ему отсыпали. Основная моя цель была, его пригласив к нам, Марину Рощу в лабораторию «Инглис», чтобы его предостеречь о проблемах, которые там поджидают при этих исследованиях. Ну, вот Чижов, он такой человек, как и все, в общем-то, мы, он наплевал на все это дело, на все эти предупреждения и пошел это исследовать. Ну и слава богу, там это довольно быстро, на этом заводе, на котором он работает, это все закрыли, потому что ему там помещение не дали больше, но, тем не менее, вот он, значит, он кое-что сделал и продолжает еще сейчас делать. И вот это вот очень интересно, мы об этом послушаем. Еще одну вещь хотел сказать о Чижове. Дело в том, что Чижов, вот в нашем сообществе, он такой особый человек, он лауреат государственной, государственной премии СССР, вот, которая, которая присуждалась за достижения в технологических исследованиях, не в чисто научных, а в технологических. Почему я об этом говорю? Я думаю, что другого такого человека у нас нет в нашем сообществе. Кстати, Володь Чижов, сейчас уже 47 человек, этот аншлаг просто огромный на твоем выступлении. Друзья, еще раз хочу напомнить, вот Тарасенко, Евмененко, Колобов, прошу, кроме Чижова и Зателепина, прошу выключить ваши микрофоны. Они вам сейчас точно будут не нужны. Так вот, я, кстати, Володя, у тебя очень плохо работает сеть. Вот, я получил предупреждение, что твоя сеть низкая пропускная способность. Да? Ну, будем надеяться, что все-таки все будет нормально. Да, я тоже. Так вот, я продолжаю про Чижова. Он лауреат государственной премии СССР в области технологии, премия Совмина СССР. И я, вот, я занимался разными областями деятельности в своей жизни. И хочу сказать, что очень важно, когда человек достигает в своей деятельности какого-то конкретного результата, какого-то конкретного успеха. это очень важно. В чем тут дело? Дело в том, что такой человек познает вкус и технологию, что же надо делать, чтобы довести дело до какого-то конкретного результата. Вот, я могу сказать, что вот, Володя Чижов, он, Владимир Александрович Чижов, вот, он может и это про себя сказать. И это означает, что у него есть, у него есть, как бы, навык и какие-то внутренние, какие-то внутренние особенности, которые позволяют добиться конкретного результата. И такие люди, вне зависимости от того, так они образованы или эдак они образованы, они в нашем сообществе очень и очень нужны. Поэтому, значит, вот, давайте мы с вниманием, с интересом выслушаем то, о чем он нам сегодня расскажет. Владимир Александрович, тебе слово, давай включай свою эту самую демонстрацию. Хорошо. Это некую паузу, там время пройдет, поэтому нажми на зелененькую и давай спокойно. Да, да, я уже нашел. Вот не слышат люди. Нажимаю. Ну вот, ничего не происходит. Может быть, там вот стрелочка такая правее чуть-чуть. Ты... Не-не-не, как мы делали, я так и делаю. Надо подождать немножко. Ну, давай подождем, но пока ничего не происходит, к сожалению. Да, вот, у меня тоже. вот все, Володь, запустился. Запустился? Спасибо за внимание. Ты последний включил, включи первый. Ну, до этого надо уйти на слайд-шоу наверх. Да, 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 я знаю. Ну, ты слайд-шоу сначала включи и сначала, и она сама туда уйдет. А, сама уйдет? Конечно, на слайд-шоу и потом слева там будет кнопочка там. Вообще пропало все. Мы запустили демонстрацию экрана. Вообще все пропало, так? Верти обратно. Володь, давай закрой демонстрацию экрана и включи ее еще раз. Я думаю, сейчас пойдет. У тебя настолько медленный интернет в Подольске, я так чувствую, что очень-очень медленно все работает. Не понимаю, что происходит. еще раз нажми на красную кнопку, выключи демонстрацию экрана и еще раз включи. Красную кнопку видишь? Вижу. Нажал. Теперь еще раз нажми демонстрацию экрана. Нажал. далеко не уедем. Ждем. Так, вот началась твоя демонстрация экрана. Давай не будем мудрить и будем работать вот в том режиме. на первый слайд уйди, и начни его демонстрировать. Молодь, ты опять вместо первого слайда ты опять стал включать слайд-шоу, правильно? Да. Не надо было этого делать. Вот слушай, пожалуйста, меня внимательно. Ведь уже мы это прошли. нажмите на эскейп. Нажмите на эскейп. Несколько раз. Теперь нажмите на слайд-шоу и сначала. Слайд-шоу и дальше на начало. На верх курсор. Там слайд-шоу. Верх курсор. Молодец. Нет. Надо сначала нажать. Слайд-шоу сначала. Не с текущего слайда, а сначала. Сейчас начнем. Ну, хорошо. Посмотрите, всю демонстрацию просмотрите. Нет. Володь, не надо этого делать. Ты не слушаешь человека, который тебя там есть клавиша сначала. А, вот все. Сейчас уже видно. Вот и есть начало. Все, давай. Ну, что, давайте начнем. О работе никель-водородного контейнера. Я вот говорю, не сбивается, Валер? Нет, нет, все нормально. При комнатной температуре. Второе. Физическая модель гипотеза возникновения странного излучения. И третье. О проникающей способности странного излучения. Ну, с чего бы начать. Значит, теоретическая работа мной начата в 2016 году. Доложен на семинарах в МГУ Бучкова Владимир Головича и в Рудеене у Самсонника. Это была чисто теоретическая работа. надо сказать, что это совместно было с Зайцевым. Он мне предложил рассмотреть, так сказать, поведение этого состояния на двойниковой границе, где я занимался сверхпроводимостью. Что я и сделал. Ну, в этой работе было показано, что нельзя сбрасывать существов возможность холодного ядерного синтеза в никель водородной системе, если этот процесс идет на кристаллическом дефекте двойнике или двойниковой границе. Напряженность поля может достигать, рассматривая электрохимическую ячейку с катализатором, порядка 10,10-10,12 вольт на метр. Ну, а что из себя представляет структура монокристаллическая? Идеальной структуры вообще не существует. Обязательно там есть дефекты. Даже если выращивают монокристалл, все равно там есть дефекты. И дефектов этих и примесные дефекты порядка 10,14-10,18 всегда остаются присутствуют. И точные дефекты это типа вакансий, которые называются вот дефекты по хренкелю. Это вот идеальности монокристалла вообще отсутствует. Это все теория. А поэтому, а мы работаем в основном вот с такими реальными кристаллами. Вот они показывают. Это границы блоков, это двойниковые границы. При термическом напряжении образуются вот такие вот кристаллографические идеальные дефекты. И они относятся к объемным дефектам. Мы о них похоже чуть поговорим. Ну, в общем-то, теория есть теории, а практика есть практика. И без подтверждения практических экспериментальных исследований все казалось, что это 50-50. То ли будет этот процесс, то ли нет этого процесса. И вот, ну, я кратко здесь, потому что доклады были в 2019 году и в 2020 начале фельсфаке и у Самсоненко в Ардуэне. 2019 год. Значит, лаборатория вот, так сказать, посчастливилась, предоставилась возможность. В лаборатории ЛОН города Подульска были проведены термические эксперименты с никель водородными системами. Это вот одна из систем такая никель плюс боргидрит натрия, а вторая никель плюс аллогидритрит. Аллогидритрит известен. Его, в общем-то, рассказал о нем Факарди. Руси я не упоминаю, потому что его как-то не понимаю, что это за ученый. Вот. И, значит, была изготовлена вот такая установка. Все процессы проводились в аргоновой среде с очень хорошим распределением температур и точностью поддержания 0,1 градуса. Ну, вот здесь показан никелевый реактор, в который загружались компоненты и проводился термический процесс. Устанавливалась микро термопара. Вот она прямо в контейнер устанавливалась тоненькая, такая, 0,18 миллиметра и измерительные термопары. Контейнер вот порядка 8 сантиметров. И в результате при температуре 1150 градусов и ПИД законе регулирования, я почему подчеркиваю, это вот для того, чтобы поддерживать 0,1 градуса, резко меняется, так сказать, по определенному закону мощность, а следовательно и резкое изменение электромагнитных состояния в установке. Вот. Были зафиксированы резкие колебательные процессы. Вот такого плана. И если вот эти милливольты перевести в температуру, то, в общем-то, прибор эти ООН на температуру был настроен. Это порядка 30-70 градусов вот такие колебания были зафиксированы. А на CD-дисках, которые в зоне реактора были установлены, вот эти вот, были зафиксированы треки странного излучения, этого непонятного излучения. Что они из себя представляли? Они были и в виде птичек вот таких вот, в виде точек, в виде вееров, в виде гусениц, в виде вот таких вот круговых всевозможных треки. И какова же проникающая способность этого странного излучения? Вот здесь показан разрез установки. И что проходит? Значит, это ферромагнетик никеля 2 миллиметра, алюминий 2О3, это муфель 5 миллиметров, но он круговой, поэтому в данном направлении проходит 5 миллиметров. И достаточно грязный это, муфель диамагнетик проходит поликристаллического миллиметров уже другого состава, тоже поликристаллический, 0,4 миллиметра, диамагнетик алюминия и 2 миллиметра ферромагнетика железа. Вот это все, так сказать, совершенно спокойно проходит это излучение, и только вот на CD-дисках оставляет такие вот замысловатые треки. То есть совершенно действительно непонятные странные излучения. Но необходимо отметить, что при температуре процесса, что вот при той же самой температуре процесса, но при питании нагревателя постоянным током амплитуда колебаний уменьшалась более в 20 раз и составляла порядка не 30 70 кельмина градусов, а порядка полутора градусов. Я потом отмечу, почему надо обратить на это внимание. Но это большое увеличение этих треков. Но самое интересное было наблюдение в интерферационном свете. Микроскопы позволяли это сделать. И чем хороши вот эти CD-диски, вы видите, что поверхность их совершенно идеальная. Вот они, полосы интерферационные, которые не дают искажения. А вот где трек проходит, здесь показали, что это вот такой объемный наплыв. Ну, а дальнейшее исследование показало, что это не вот кетрыки, которые вы видите, так сказать, как гусеница, как шина какая-то проехала. Не понял. Это не шина какая-то проехала. А это вот такие винтовые закручивания с воздушной средой. То есть, это произошло плавление, и плавление подняло вот это вот за счет воздушной среды вот такой трек. Что мы и наблюдаем. А вот по массе расплавленного трека в поле тербоната CD-диска сделана оценка ревентики странного вот этого непонятного излучения, который составляет в общем-то гигантскую величину больше 50 терраэлектрон вольт. Более подробно в докладах это все есть. МГУ и РУДН. И вот как объяснить столь непонятный эффект такого излучения и такой энергетики, который Уруцкоев Леонид Эрбекович в 2000 году назвал его странное. Ну вот наверное более приемлемо как непонятное излучение. его проникающая способность в кристаллических веществах и оставляющих вот следы такие в аморфных серединах где нет дальнего порядка в расположении атома. Это в общем-то замороженная жидкость. А коли данный эффект совершенно непонятен, то есть необъясним, его нельзя объяснить с такой энергетикой. Слой для применения очень модный сейчас материи это темной материи и темной энергии. Ну вот у меня задача была а что может быть более примиренно поискать из более понятного и земного для данного объяснения процесса. Поиски дать ответ на поставленный вопрос экспериментально увиденные треки в седедиске вот с такой энергетикой этого действительно странного непонятного излучения привели меня к использованию новой модели это модели темного водорода. А модель это была разработана Барановым и Затерепином вот нашим руководителем вот хотя мы там и спорили по этому поводу ну не по самой модели а по ее использованию ну здесь значит вот чем она хороша мне понравилась это собственно совершенственная модель Барута о которой в общем-то никто не спорил по ней но меня всегда удивляло как это один электрон в середине два протона вот здесь вот и она может существовать ну формула показывает что да может существовать но вот когда Баранов Дмитрий и Затерепин показали что может существовать вот такая вот конфигурация мне она показалась очень интересной и очень выгодной здесь нет нарушения я не вижу и с мифистами я разговаривал нет нарушения физических законов никаких заряд остается постоянным нейтральным но так как нету центра единого центра и ядра вот эти электроны должны вращаться и они собственно это и показали что они вращаются с очень высокой скоростью а следовательно создают сильное магнитное поле причем вот этот размер посмотрите который они показали он 100 фирме то есть это настолько маленький размер что так сказать не использовать эту модель просто нельзя было действительно она удовлетворяет объяснению вот этого состояния и если мы имеем вот совершенно маленькие концентрации связанные магнитным полем этого темного водорода пусть даже он взаимодействует с кристаллической решеткой теряет там свою энергию не сильно вот значит энергия у него значит маленькая поле он маленький так сказать малого количества состоит и он может прожить только точный трек вот здесь у меня фотография я не могу ее сдвинуть давайте я ее вот так покажу наверное вот он может сделать только маленький трек кратер и расходовать всю свою энергию а если вот такой болид из множества так сказать состоит темного водорода вот то и энергетика у него совершенно другая и в зависимости от того под каким углом он входит в исследуемый вот нашу мишень поликарбоната он может создавать всевозможные и круговые и винтовые и прямые треки все зависит от энергетики и угла ну давайте продолжим дальше сейчас я переведу большой экран постараюсь перевести если у меня получится ну а для проверки коли такая вот сильная энергетика показана для проверки этого а почему не попробовать как-то другим способом так сказать посмотреть на вот это странное излучение зафиксировать его а почему не попробовать сделать камеру Вильсона ну и действительно была изготовлена ну и не изготовлена так сказать вот схема диффузионной камеры Вильсона что она из себя представляет это вот стеклянная колба я выбирал специально с плоским дном вот металлической крышкой и изнутри приклеивалась фетровая ткань которая пропитывалась спиртом медицинским спиртом достаточно чистым возможность установки магнитных полей здесь обеспечивалась и охлаждалась это все сухим льдом но сухой льд это кристаллы СО с температурой минус 78 градусов Цельсия а вот ее фотография ну и первые эксперименты были проведены без магнитного поля ставилась подставка и поликристаллические вещества все проходят странное излучение через все проходит то вот здесь у этой крышки закладывался вот этот порошок уже отработанный и ожидалось что пройдет вот какой-то трек и надо его наблюдать что показало давайте чтобы здесь надо перейти вот в этот режим и что показало работа камеры Винсона вот посмотрите как она работает диффузионная на парах спирта с охлаждением с плохим домом вот видите это все фоновые треки которых достаточно много то есть говорит о хорошей чувствительности камеры я не буду здесь задерживать я перейду вот сюда чтобы время сэкономить а здесь я сделал медленное воспроизведение для того чтобы рассмотреть вот этот прошедший трек сейчас вы его увидите вот он ползет вот он пошел он отсюда прошел практически через всю камеру еще раз посмотрим ну это вот замедленную съемку я делал а вот что он из себя представляет беззамедленной съемки то есть это вот вырезка такая достаточно быстрая вот он прометнул вот он вот он это без магнитного поля но так как это все работает то следующие эксперименты были уже не вскрывая реактор а он был помещен прямо в центр вот этой камеры с магнитным полем камеры Вильсона и вот здесь мы видим что действительно магнитное поле которое в общем-то в сто раз небольшое в сто раз больше магнитного поля земли четыре с половиной мили тесла и мы уже здесь не видим вот тех прямых треков фоновых которые наблюдались раньше они все какие-то или в точку превращаются или какие-то закрученные скрученные и вот здесь я тоже немножко сокращу время знаю где проходит вот он вот они два трека прошли вот один трек вот другой трек мощные треки вот он вот он давайте по кадрову посмотрим ах ты немножко не то сделал сейчас я по кадрову поставлю показать конечно скорая съемка должна быть выше 120 кадров секунду все-таки мала скорой съемки вот здесь он сразу вот отсюда идет и вот его угасание а вот появление другого трека вы сейчас наблюдаете видите но он более слабый тут более мощный трек ну и по термическому процессу пока все и вот какие новые исследования работы никелеводородного контейнера или реактора при комнатной температуре обнаружились сейчас я опять перейду в полный экран ну вот реактор контейнер который находится в камере Гельсона это 8 сантиметров 2,5 сантиметра его ширина и 12 миллиметров самая высокая часть масса загрузки реактивов составляла 6,5 граммов из расчета по водороду катализатора 0,1 моля при съемке был зафиксирован мощный трек который исходил от контейнера вот он здесь показан я уже не буду здесь показывать а это время наблюдения трека вот его угасание уже 0,6 на 0,8 секунды ну как вот так сказать просто довериться что да вот трек увидели и все ну вот затем для контроля были сделаны контрольные работы такие контроль проводился реактор на седедиске велся в течение много экспериментов было проведено и 100 и 120 экспозиции было и 170 часов и обнаружены вот такие вот точные треки в основном а эксперимент был следующим образом вот в чашку петли вот она здесь показана укладывался тот же самый контейнер и на него устанавливалось восстанавливалось диск но в небольшом количестве были и винтовые треки ну вот конечно все это отличалось от тепловых и общее количество треков составило порядка 100 штук то есть один трек в час то есть вероятность выброска из контейнера странного излучения при этих вот условиях при комнатной температуре вот такой вот это трек одно излучение в час но надо отметить что обнаруженные треки в сравнении с трекером полученным при тепловом процессе 1150 градусов были в меньшем количестве и меньшего размера что говорит о более слабой энергетике вот но контейнер однако контейнер реактор продолжает работать хотя и с меньшей интенсивностью при комнатной температуре через 6 12 18 уже месяцев что в общем-то не может не удивить это излучение действительно странные непонятные странные непонятные излучения странные непонятные процессы странные непонятные отмечения а вот какова же энергия вот здесь у меня картинка давайте ответ вот чтобы расплавить вот такой кратер создать 10 микронный требуется все-таки достаточно большая энергетика 0,3 терра электрон вольта а если мы возьмем более длинные треки то там конечно энергетика гораздо выше ну вот экспериментальный результат таков никель водородной контейнер находясь в комнате температуры через 2 вибрации периодически это странные излучения все поникающие излучения с энергии вот 0,3 и даже до 3 терра электроновольт если брать самые длинные треки они гораздо меньше как объяснить что реактор работает спустя год что есть это странные непонятные излучения сколько реактора еще может работать если спускает периодически странные излучения именно этому вопросу поиску ответа на эти вопросы посвящена данной работы вот какая физическая модель странные излучения непонятного этого излучения приемлемо как я считаю что уже известно о странном непонятном излучении вот этом но это высокопроникация способность в кристаллических веществах это слабые эферомагнетики это идеомагнетик все это дело показано это излучение плавит только стекло то есть создавая вот такие треки иметь высокую энергетику и вот здесь вот если бы это был какой-то один световой фотонный поток или одиночный какой-то элемент ну вот по протонам я делал в свое время и доклады делал что протон должен двигаться на 3 порядка выше скорости света тогда он может сделать так сказать ну не сделать а обладать такой энергетикой но размеры его не совпадают то не было бы разделения треков вот видите мы здесь видим разделение вплоть до каких-то так сказать верных разделений сразу первое разделение прошло вот эти вот эти вещи прошли следовательно это кластерное образование имеет массу имеет очень малые размеры вот проникающая способность говорит о том что очень малые размеры ну и четвертое так как в поликристаллах где множество диэффектов как я уже отвечал и различных с различными электрическими потенциалами то есть через границы блоков он должен кратить и через точные дефекты которые тоже создают какие-то потенциалы это странное излучение проходит совершенно спокойно и очень похоже что оно имеет нейтральный заряд и всем этим требованиям как было уже сказано выше удовлетворяет модель темного водорода вот она ну математику давайте мы оставим в покое я просто скажу что сделана оценка параметров кластера вот этого странного излучения с энергией рассчитанной из эксперимента вот так сказать 0,3 терраэлектрон вольта а сколько здесь должно быть темного водорода и вот концентрация темного водорода оценка показывает что это 10,6 единиц темного водорода должно быть а диаметр вот этого кластера много меньше 0,1 ангстрема много меньше дело в том что раньше там делся по кубику кубик показал 0,1 ангстрема а так как болит вот этот вытягивается магнитным полем то здесь измерение расстояние вот этого диаметра оно гораздо меньше 0,1 ангстрема ну а если учесть что у нас период решетки порядка 3-5 ангстрем то так сказать объяснимо совершенно свободное прохождение этого кластера через кристаллическую решетку ну как и почему образуется такой кластер вот тоже тут вопрос который удаляется требования объяснения непонятного этого излучения ну суть физической модели возникновения странного из непонятного излучения заключается в следующем я здесь не буду зачитывать вот рассматривается вот эта двойниковая граница если мы возьмем монокристалл с дефектами Френкеля и диффузия там будет идти может столетиями идти она настолько мала а вот когда мы имеем большие дефекты это границы блоков или двойниковые границы диффузия на просто не порядки а десятки порядков становится выше то есть вся диффузия идет по вот этим нарушениям кристаллической решетки вот значит здесь и накапливается вот этот катализатор известно что в никель в никель в никельной решетке водород находится в виде протонов в протонном состоянии это показано еще в 60-е годы подтверждено вот и следовательно так сказать надо рассматривать вот это поведение там но границы энергетические ямы вот это двойниковые границы они постоянно колеблятся то есть фономия составляющая при 300 градусов Кельвина она достаточно все-таки большая это не такая маленькая так сказать составляющая поэтому схема процесса может быть выглядеть даже вот так сказать упрощенно вот таким образом что границы вот эти они постоянно меняются и даже так сказать здесь вот еще надо бы конечно внедрить еще атомы примеси вот те алюминий натрий литий вот которые тоже колеблются они заставляют так сказать набирать энергию вот в основном электронов так как они легче всего все-таки протоны тоже они работают но протоны в меньшей степени они тяжелые еще раз тяжелее электронов следовательно задача сводится к квантомеханической электроны с протонами зажаты вот в этой потенциальной яме и надо рассмотреть их поведение а так как вот так сказать границы вот эти вот они постоянно меняются то здесь даже стационарное уравнение нельзя использовать уравнение а надо временное решать уравнение Шриддингера понятно что решение такой задачи по электронам и протонам с постоянным набиранием энергии от взаимодействия с атомами катализатора и с энергетическим барьером вот этой храницы длинниковой ямы которые качаются на сегодняшний день не представляется возможным вот и получается вроде как безвыходная ситуация но однако понимаю что значит решение уравнение Шриддингера это найти вероятность процесса его энергетику и давайте поступим следующим образом из эксперимента сделанные энергетические оценки выше известно что примерно за один час вылетает один пластер это странного излучения который состоит из 10 шестой вот по оценкам 10 шестой темного водорода связанных магнитным полем а это и есть вероятность данного процесса тогда из всех приведенных данных и рассуждений возможно представить динамику происходящего процесса в энергетической яме и сделать некоторые оценки происходящих процессов в данной системе и этот процесс рассмотреть и вот опять вернемся к этому процессу вот она наша двойниковая граница вот они колеблющие границы фоновой составляющей и энергетика постоянно так сказать набирается вот и когда эта энергия достигает такого состояния что образуется мезоатом я вот здесь не говорю какой это мезоатом это так сказать дело другое меонный это гидриноподобный атом или какой-то другой атом но который способен преодолеть кулоновский барьер и войти в ядро никеля произведя произведя там трансформацию этого ядра должен вылететь и вылетает нейтрон но в данной системе он сразу распадается он не является несвободным а распадается на очень энергетический протон электрон и нейтрин и вот этот вот энергетический а здесь тоже энергетика достаточно большая уже эта система она подготовлена для создания но есть не хватает вероятности образования этого мезоатома вот этот энергетический протон очень энергетический протон он и провоцирует образование вот этого темного водорода и как только образовался первый темный водород с сильным магнитным полем квантованы вот эти подготовленные если их 10 штук то это маленький получится кластер а если их тут тысяча штук то образуется вот такой вот размер если проникающей способности очень высокую энергетику вот такая гипотеза и это похоже на то что ну ладно чуть попозже вот на слайде протон при таком процессе при распаде нейтрона выделил небезосновательно на аномальность поведения нейтрона при взаимодействии с металлом водородными веществами в которых содержался водород обратила внимание еще в 30-е годы прошлого века Ирен Кюрри указав на высокую энергетику процесса вот было ей показано аномальность такая но она не стала там дальше разбираться вот а коли у нас периодичность этого процесса есть то мы можем это как бы связать с радиоактивным с моделью радиоактивного распада ну тогда зная структуру количества и количество дефектов в исследуемом материале и концентрацию вот этого водорода в одном дефекте возможно сделать оценку работы реактора во времени и вот поликристаллический никель после клинического процесса что он из себя представляет вот такая вот структура у него мелкокристаллическая получается если я тут добавил двойниковые границы вот и получилось у меня дефектов 10 седьмой штук тогда на один дефект приходится а зная так сказать что мы 0,1 я не специально подчеркнул 0,1 моль закладывали вот это порядка 5-10-20 атомов вот в сантиметре кубическом находится водорода тогда у нас получается 5-10-13 это в одном в одной двойниковой границе располагается а вот используя модель радиоактивного распада вероятность данного процесса будет определяться отношением вылетевших частиц вот в этом времени в общем количестве частиц а вылетевших частиц у нас порядка 10-6 но так как там 2 протона вот здесь я двоечку поставил и у нас получается вот она вероятность а здесь у нас 10-13 в одной двойниковой границе находится следовательно период полураспада составит вот такой вот 2-10-5 часа но в году у нас порядка 10-4 часа тогда до полураспада когда концентрация водорода эффекты понизится в два раза реактор будет работать вот такую величину 20 лет вот что показывает используя эту гипотезу много встает многое встает на свои места трансформация атомов есть новые изотопы и другие элементы есть есть и нейтроны но их нет вот на что все время указывают физики а у вас нейтронов нет поэтому у вас нет это не холодный ядерный синтез а если рассмотреть какая энергетика здесь работает то вряд ли можно назвать это холодным ядерным синтезом вот есть и нейтроны но их нет а есть вот кластер из темного водорода странное излучение которое в данном рассмотрении уже не кажется таким непонятным а что может быть косвенным подтверждением предлагаемой модели а давайте подействуем энергетически на наш реактор то есть была взята взят прожектор вот советский с синей лампой сделана сетка эта вот схема процесса куда устанавливался тот же самый реактор и над ним устанавливался установлен свидетельство ну вот энергия воздействия на реактор должна возрасти что должно возбудить активность центров излучения вот синий цвет у нас порядка 104 микрона длиной волны а отсюда энергетика которой мы действуем порядка 10-3 электрон вольт и что же получилось это вот экспозиция показана без лампы 70 часов вот они все помечены эти эффекты 170 часов и синий ламп что показалось 120 часов то есть действительно это продействовало активность центров увеличилась и увеличилась на порядке но может быть это все-таки прожектор дал и так сказать подогрев вот этого контейнера дал такую величину поэтому был эксперимент еще проведен с лампочкой лечья 40 ватт взята лампочка и проведем такой процесс тоже с выдержкой 120 часов и что получилось активность центров излучения не разросла вот треки от простой лампы а это вот от синей лампы для реактивности всего происходящего я хочу отметить что именно Валерий Николаевич и Баранов Сергей Дмитриевич которые при первой же поездке в Подольск где я только начал проводить эксперименты сказали вот они мне именно подсказали что реактор работает и после термического процесса в общем-то это для меня было очень я не знаю сколько времени пришлось бы искать этот эффект а может быть я его и не нашел вот поэтому выражаю им свою искреннюю благодарность вот за это и вот такой обмен искренний обмен информацией способствует подвижению исследований спасибо вам большое акулилятор работает и должен работать и он работает почему не провести более детальное исследование по этому странному непонятному необъяснимому излучению но давайте немножко сделаем паузу я немножко устал вы устали и отвлечемся чуть-чуть вот задержу ваше внимание на одной мысли которая пришла в голову при статистической дизации данного процесса ну как сейчас у нас говорят давайте рекламную паузу немножко сделаем все новое чем мы занимаемся это хорошо забытые старые но уже на другом уровне спираль фирософии это конечно бальзам на медицин близного он и философ и физик значит я не знаю он пришел или нет ему бы наверное было приятно это услышать ну вот Бычков-Зайцев это эфир и динамика Менделеев 19 век в 19 веке Менделеев говорил о эфире и у него даже первый элемент был нулевым элементом вот а 20 век теории относительности сказал что нет эфир нам не нужен ну как же не нужен если поле электрическое есть магнитное поле есть градиент есть градиент чего градиент ничего ни магнитного градиента ни градиента есть а градиент чего ничего вот опять возвращение к эфиродинамике замечательно у русской флюонид это трансформация атомов пристреливая от формовой промышки аэродомид в 22 году проводит уникальный эксперимент и показывает что идет трансформация атомов а резерфор провел свой эксперимент и вот мне делал замечание Жеглов что он не так резко сказал он не мог так резко сказать что это лжеэксперимент он джентльменом был он поджентльменский сказал не обращайте на это внимания а вот сейчас у русской занимается вплотную этим и получает очень интересные результаты в 2000 году он назвал это странное излучение определил Зателегин Баранов Курчатовский энергетический рентгеновский спектр 50-е годы да Курчатов видел этот пик но пик был незначительным и так сказать особого внимания не привлекли другие наверное задачи а это темный водород вот пожалуйста Чижов это аномалия с металлов это рентгери так сказать металловодород содержащих систем рентгери 30-е годы 20-й век тверопроводимость тоже 56-й год теории БКШ уже наверное 90% исследователей не верят в Куперовские пары с таким расстоянием 1000 ангстрем и 10 тысяч ангстрем в поликристаллических веществах ну так сказать теория есть теория работает с ней ничего не получают новые теории не хотят знать ну и так далее это очень интересно очень интересно чем мы занимаемся но давайте вернемся отолеклись чуть-чуть о проникающей способности странного излучения и защите от него ну вот что интересно обнаружив треки на CD-дисках я почему-то думал что они на 100% все и остаются там все эти треки все это странное излучение задерживается но куда в общем-то девяться если так сказать там полные хаосы в этом хаосе проскочить практически невозможно но вот при обсуждении эксперимента взрыва проволочек с хрустской где тоже это странное излучение также есть и фиксируется меня удивило что его колба это чистый кварц вот у него там так сказать колбочка стоит где он свои проволочки взрывает а излучение проходит надо это проверить именно непонятность поведения странного излучения вот это непонятного этого излучения и прохождение его в обморках и других средах привело к проверке и проведению многих экспериментов со временами экспозиции и ряду других экспериментов а какова проникающая способность этого странного излучения что может быть защитой от него дальше будет доложена только выжимка множества таких экспериментов. Для проверки проникающей способности странного излучения были проведены эксперименты и с тремя, и с пятью, и с десятью CD-дисками. Что из себя представляла схема эксперимента? Это вот опять-таки чашка в Петри, куда укладывался тот же самый реактор, и восстанавливался ряд дисков. Но еще делалась пометка для того, чтобы ориентацию смотреть, как идет распределение. Ну и удивило то, что в десятом диске были обнаружены треки это странного непонятного излучения. Вот он, десятый диск показан. Хоть их мало, но они есть. А спад концентрации треков до пятого диска носит экспоненциальный характер. Это вот неодорка, там проверено. Прямо четко, так сказать, в экспоненты укладывается. В результате проверенных экспериментов установлено, что даже десятислойный сэндвич из поликарбоната и алюминиевой фольги, а эта высота порядка 12 миллиметров, не защищает на сто процентов от этого очень высокоэнергетичного, странного, непонятного излучения. А каково его поведение в магнитном поле? Эксперименты с магнитным полем. Ну, здесь я могу чуть задержаться, но не хочу задерживаться. Дело в том, что я еще при термическом процессе ставил магниты и смотрел. Ну, наверное, как с этим Курчатовским пиком, я тоже не понял этого эксперимента и, так сказать, отложил это просто в голове, что там непонятность какая-то есть. Вот, поэтому сейчас более детально можно будет рассмотреть. А вот эти диски, вот эти вот, находятся между реактором и магнитным полем. То есть, они все в магнитном поле находятся. Ну, для того, чтобы он все-таки магнитный, ферромагнетик, чтобы не прыгал, реактор закреплял его, диск немножко подрезался, вот этот нижний. А сверху ставился обычный синий диск, и магниты накладывались. И что же получилось? Ну, получилась, в общем-то, вот такая стандартная какая-то картинка странного излучения. Но в этих экспериментах примечательным явилось то, что в небольшом количестве фиксировались треки в виде лепешек диаметром до 1 миллиметра. То есть, таких треков я, в общем-то, не видел из магнитного поля. И вот это вот пока, так сказать, есть соображение, но объяснения этого нет. Что это такое? А вот схема такого плана была еще сделана. Это CD диски над магнитным полем. Ну, вот здесь экспозиция будет показана 72 часа, но это потом и 120 было. Значит, вот магнитное поле проникает, пронизывает реактор, а CD диски находятся внизу, вверху и внизу. И вот что получается, что практически ни одно излучение, странное излучение, вот здесь вот лепешечка была небольшая, вот здесь вот там три точки какие-то были, небольшие, но это я, так сказать, вот нету прохождения. То есть, практически получается, это и является защитой. Вот это вот здесь скоба магнитика, одного из магнитов, по-видимому, здесь это с этим связано. Вот получается эксперимент, который может обеспечить нам защиту от странного излучения. Убивительно. Вот и, наверное, защита от этого странного непонятного излучения. Но, опять-таки, здесь вот такая вот казалось бы. И что это казалось бы? Мы сейчас посмотрим. И после проведения таких экспериментов можно было бы согласиться с магнитомонокольными моделями. Это модели поля Дирока и Джорджа Лошака для образования этого странного непонятного излучения. Хотя прохождение диамагнитиков не должно быть. На поле не могут пойти диамагнитики. Они должны как-то уйти куда-то. Вот. Десять слоев алюминиевой фольги. Это сразу встает под сомнение этой модели. Но смущало еще одно обстоятельство. И это поведение странного излучения в камере Винсона. Сергей Иванович, я доклад делаю. Извини. Так. И смущало еще одно обстоятельство. Это поведение странного излучения в камере Винсона. Вот давайте опять вернемся к камере Винсона. Посмотрим. Я уже вот так сделаю. Обращу ваше внимание. Вот оно. Если бы оно захватывалось магнитным полем, ну, наверное, оно как-то вот так бы шло, или вот так вот шло, так сказать, притягивалось. А мы видим, что они практически вот идут, второй трек, идет практически параллельно куда-то. Я вот наблюдал еще такие треки всевозможные. Вот это меня немножко и смутило. Насторожило. Насторожило еще одно. Это вот этот кольмит. Вроде бы он пошел вот вверх и почему-то пошел вниз. Что, в общем-то, заставило провести еще вот такой эксперимент. Что диски закрывали реактор и магниты со всех сторон. Экспозиция 120 часов. То есть, это 5 суток. То есть, все было закрыто вот этими CD-дисками, нашими индикаторами. Вот были вырезаны сегменты, закреплялись скотчем бумажным и вот такие вот CD-диски. И полученный результат в своем проявлении был и ожидаемым, и крайне неожиданным. Вот что получилось. Когда раскрылись вот эти вот вещи. То есть, что здесь, в центре, это воспроизвелось все. Это, так сказать, совсем маленькие точки. Перепешечки были. Практически их не было. А что вот здесь вот получилось, вот это вот было очень интересно. Вот посмотрите. Здесь вот находится совершенно чистая область. Вот эта вот. Чистая область совершенно. То есть, одна часть странного излучения ушла по полю, а другая против поля. Одна по полю, а другая против поля. Причем по полю ушло больше. Вот это непонятно. Конечно, это и здесь, в общем-то, отражено. Вот они, верхние части, они все поли в треках. Вот как можно характеризовать или вот кем представить происходящего процесса, если использовать вот ту модель, которую я использовал. Применением двойниковой границы темного водорода. Получается, что вот мы находимся, вот реактор находится здесь. И излучение одно идет по полю. И причем по полю идет гораздо чаще, нежели против поля. И против поля вот сюда вот идет. Но захвата нет. То есть, вот здесь магниты стоят, а магниты, так сказать, препятствуют прохождению. Но это можно представить следующим образом. Что первый темный водород, который образовался, он развернут таким образом, что вот здесь вот у нас находится северный полюс. Норд. И все выстраивается по норду. А вот этот вот по зеркалу, по южному полюсу. И южный полюс против поля работает, а этот работает по полю. Вот такую схему я себе обезвую. Ну вот еще один эксперимент. А можно ли закрыть вот эту щель, чем-то прикрыть? И причем прикрыть не сильным магнитным полем, а вот слабым магнитным полем. И вот магнит виниловые пленки я использовал. А это, так сказать, вот 0,18 миллитесла. У меня были просто эти магнитные пленочки небольших размеров. Это вот те магнитики, которые приклеиваются на холодильник. Они всего-то 0,18 миллитесла. Вот здесь вот я их поставил, закрепил их, намагнитил, они прижались. И поставил сюда сидеть диск. То есть это вот буква А какая-то. Здесь вот магнита у нас 4,5 миллитесла. А здесь у нас 18 миллитесла. Вот этот эксперимент. Вот эти пленочки стоят. Здесь вот, правда, они соединены. Вот здесь более длинная пленка. А здесь вот коротенькая вставочка такая была. И что же было получено? И вот защита магнитной виниловой пленочки сработала. Вот практически вы видите, что все вот эти вот щели были закрыты. Щель была закрыта. Но вот когда я стал анализировать, причем вот хаотично там, так сказать, увидел, поставил, увидел, поставил, вот крутил его, где увижу, там поставлю вот этот трек, черточку на треке. И потом, когда посмотрел, что у меня получилась вот эта линия, и я специально вот боковую такую съемку сделал, что вот когда, так сказать, просто берешь, открываешь вот этот диск, вот, и начал смотреть, а что там произошло, почему вот здесь вот треки образовались такие слабые, но они есть и много, множество треков. А оказалось, там вот такая вот щель, она даже вот здесь вот показана, я не совсем догнал, оказалось, вот боковая щель вот здесь вот была. И вот это вот является препятствием, даже 0,18 милитесла является препятствием для прохождения, но не захватом, но не захватом. И вот здесь вот была вот эта вот щелочка, неплотно прижалась вот эта вот пленка. И вот образовался вот такой вот, вот такая вещь, прохождение. Но пленка сработала. То есть вот можно использовать пленку для защиты от странного излучения. Это все недорого, наверное. Так, ну и вот, как говорилось на Руси, в общем-то я в час даже немножко не уложился, как говорилось на Руси, на СИМ пока все. Познание продолжается и должно быть продолжено. Ну вот можно еще остановиться на выводах. Но по термическому никелевому процессу, никелеводородному процессу, при тепловом процессе, это надо искать, в общем-то, раз чувствует электромагнитные колебания, вот я не зря сказал о постоянном токе, что у меня все просело, и колебания стали в полторы градуса. И коли колебания вот чувствует этот процесс, то надо искать резонанс. Резонанс, то есть искать те частоты, где найти этот резонанс. Но тут главное еще и не взорваться. И научиться управлять этим резонансом. В этом случае можно ожидать серьезных прорывов в получении КОП. Ну и второе. Вот продолжается исследование по защите от странного излучения, с использованием магнитных полей, как было уже показано, и найти какие-то дешевые и надежные защиты от этого. Но самое интересное, это провести более тонкие исследования работы реактора. А следовательно, более глубоко понять происходящие процессы, очень заманчивые перспективы о работе этого генератора-реактора. Что мы на сегодняшний день имеем? Ну, это аморфные пленки. Воск, стекло, CD-диски. Вот мы наблюдаем треки, как, так сказать, проявление этого излучения. Появилась диффузионная камера, но это тоже трек. Снятие общего рентгеновского фона. То, что делает Зателепин у барана. Вот и все, чем мы на сегодняшний день располагаем. А так как реактор работает и продолжает работу при комнатной температуре, почему не попробовать проведение Морсбавровских исследований в динамике работы реактора? Что там происходит на самом деле? Да, это уникальные, дорогие исследования. Но разрешение в этих исследованиях достигает 10 минус 25 джоуля. То есть на сегодняшний день это самое лучшее, так сказать, разрешение, которое получается. И возможно получить очень интересные динамики, интересные результаты. Ну, а, так сказать, Морсбавровский, он немножко как-то пугает измерительные вещи. На самом деле это все очень просто, гениально и все просто. Но реализовать это очень сложно, конечно. Вот. Это вот стационарный образец ставится, детектор стационарно ставится. А вот этот вот излучатель, гамма-излучение, он с определенной скоростью меняет свою скорость плюс и минус. И образуются вот такие вот вещи. Дело в том, что не все гамма-излучение проходит сквозь образец. Часть гамма-излучения при определенных скоростях фиксируется и поглощается этой фаномной какие-то составляющие и дрожащие вещи определенных элементов. Можно вот и на рассеянии попробовать вот эти вот вещи и на вторичном излучении. То есть это уникально вообще. Но дорогие эксперименты. И особенно там эксперименты, математика дорогая. Ну и выражаю благодарность руководителям Московского завода физприбор. Это Сирчугова Евгения Николаевича и Сафонову Сергею Ивановичу за поддержку проведения представленных исследований. Спасибо за внимание. Да, выхожу, Валера. Спасибо. Очень интересный доклад. Тут у нас аншлаг 56 участников. Замечательно. Много заинтересованных людей. Кое-что мне прислали по этому докладу. Друзья, всего, значит, вопросы с помощью ладошки задаем. Вот я вижу, уже две ладошки есть. Первый поднял ее уже минут 20 назад. Это Климов. Анатолий Иванович, пожалуйста. Включи микрофон, задавай вопрос. Валер, мне выключить... Пока, Володь, не надо, потому что вопросы по презентации. Да, да, да. Я вот хотел сказать, что у меня на каждом слайде была цифра. Они оцифрованные, только маленькие очень получились. А, ну, хорошо, понятно. Я вот забыл об этом сказать. Там не видно было. Ладно. Анатолий, давай задавай вопрос. Забыли, забыли. Володь, ну, все-таки, так сказать, надо разделять и, так сказать, вот твои теоретические построения и эксперименты. У меня касается эксперимента. Все-таки, еще раз поподробнее про камеру Вильсона, как она была устроена. Там пониженное было давление вот в этих парах спирта-то. В чем она отличалась от классической камеры с Вильсоном? Сейчас вот она. Я ее найду. Значит, нет. Давление было то же самое, что атмосферное давление. Вот. И она отличается тем, что это диффузионная камера. Это не камера... Хотя я, в общем-то, делал тоже понижение давления. У меня был приборчик. Вот здесь вот. Я его немножко затер. Здесь вот стояла трубочка. Вот. И понижение давления делал. Но это не принесло вот хорошего результата. Долго устанавливалось равновесие. Поэтому я отказался от этого. Вот. Вот эти пары спирта. Они испаряются. А вот здесь вот у нас холодильник, который охлаждает. И мы работаем, собственно, в переохлажденной области. В пересыщенной такой, переохлажденной области. И в случае, если у нас, так сказать, ну вот как у нас кристаллы образуются. Для того, чтобы образовать кристалл, надо создать поверхность. Ну и здесь тоже. Для конденсации. А это требуется затрата энергии. То есть вот особо чистые кремнии выращивают когда... Володь, ну все-таки... Подожди. Можно переохладить расплав на 200 градусов. Да. Володь, Володь, ну все-таки, чтобы ты понял мой вопрос до конца. Значит, хотелось бы, конечно, разобраться поподробнее. То есть физики. Вот ты задал ключевое слово. Значит, центры конденсации, значит, они позволяли визуализировать процесс конденсации. Казалось бы, любой прибор должен быть откалиброван. Ну, взял, поставил сюда какой-то, так сказать, этот самый источник. Значит, ну, лучше, наверное, так сказать, источник радиоактивный, а можно и там и ультрафиолет, и любой там частицы, которые дают центры конденсации. Ты как-то калибровал свою камеру-то. Вот пролетело у тебя известное количество ионов через нее. Там разрядик сделал или что-то. Ее же надо калибровать. Как она работает? Как реагирует на центр конденсации? Значит, по поводу калибровки, как таковой калибровки ее не было, естественно. Вот. Все это происходило на уровне, так сказать, такой вот оценки. Если есть сильная энергетика, то должен быть и сильный, так сказать, трек, который я ожидал. Причем тут энергетика? Когда тебе... Мы видим процессы конденсации вот этого пара. Значит, ну, возьми альфа-источник. Ты должен показать, что от альфа-источник вот стандартно. У меня все работает нормально. Не сомневайтесь. Анатолий Иванович, он тебя... Анатолий Иванович, Толя, Толя. Дело в том, что мы как раз с Валерием Николаевичем, вот он может сейчас сказать, что мы как раз и проводили с альфа-частицами, и чтительность камеры достаточно хорошая. Ну, альфа... Мы видели 5-7 миллиметров прохождения вот таких тоненьких и достаточно быстрых вот этих вот треков. То есть альфа-частицы видит? Да, альфа-частицы видит. Спасибо. Валерий Николаевич. Да, да, я могу... Анатолий Иванович, он приезжал к нам, устанавливал здесь... У нас свой генератор был в то время, работал теплогенератор на никеле. Мы имели источник, вот, и это самое... И мы видели, что эта штука хорошо регистрирует излучение источника. Значит, ответ получен. Колтовой задает вопрос. Давайте. Мы вас не слышим. Вот вы что-то говорите, но мы вас не слышим. Какой-то... А у вас что-то с микрофоном? Колтовой, мы вас не слышим совершенно просто. У вас что-то с микрофоном. Хотя микрофон отключен просто. Давайте сделаем так. Вы там потренируетесь со своим микрофоном. Вопрос задает Влад Жигалов. Добрый день, коллеги. Надеюсь, меня слышно. Это Жигалов. У меня вопрос к Владимиру Александровичу. Вот два, на самом деле, маленьких вопроса. Первый. Можно ли почитать о ваших результатах, произложенных в какой-то публикации? То есть были ли они опубликованы? И второй вопрос. Вот эти диски. Вы были ли такие эксперименты, где вы их располагали чувствительной стороной, отвернутые от предполагаемого источника излучения? И если да, то что они показали? Спасибо. Второй вопрос я не понял. Публикации таких... Ну, первая публикация была в 19-м, но в 20-м году. Это у Пачелюги. Ну, там, так сказать, короткая аннотация была публикации. Нормальной публикации, честно говоря, Володь, что ты мудришь? Нормальной публикации пока еще нет. Нормальной публикации нет. Это сбор, по сути дела, суммирующий его двухлетнюю работу, значит, материала такого, нигде толком не опубликовано. Вот. И я думаю, что мы это будем двигать как-то и делать. Работа очень интересная. Вот. А второй вопрос. Володь, он спрашивает, ты другой стороной поворачивал диски? Вот. Нет, другой стороной я диски не поворачивал. Ответ получен. Спасибо. Кстати, Влад будет 17-го числа докладывать, значит, обзор различных работ, связанных с регистрациями неизвестного излучения. Я слово странное, говорю, что мы не... Я рекомендую не использовать, потому что этот термин уже занят в физике элементарных частиц странность. Вот. Я называю его неизвестным. Будет Влад Джигалов делать обзор. И я, конечно, рекомендую ему вот эти материалы использовать. Но для этого надо войти в контакт с Володей Чижовым и какие-то материалы у него взять для того, чтобы их тоже показать. Ответ также получен. Андреш Ковач задает вопрос. Андреш, you can put your question. Здравствуйте. Я постараюсь по-русски задать вопрос. У меня вопрос и комментарий. Вот вопрос, что я понял, что энергию излучения считали из идеи, что было плавление поверхности дисков, где треки. Откуда мы это знаем, что там было плавление и что энергия хорошо рассчитана. После вопроса я еще коммент сделаю. Андреш, and your comments, please, if it's possible, in Russian, after questions. Okay. Comments will be after questions. Володь, попробуй ответить на его вопрос. Почему ты уверен, что плавление? Ну, здесь... Почему уверен, что плавление? Ну, я могу показать еще несколько снимков этого странного излучения, которые говорят о том, что это действительно плавление. Вот. Я даже обсуждал, Володь, мы с тобой обсуждали, можно провести такой эксперимент. Взять тоненькую-тоненькую платиновую нитку, нагреть ее и протащить. И получится тот же самый результат. Но пока такого эксперимента не было сделано. Пока такого эксперимента нету, но это связано с плавлением. Понятно. Ответ получен. Исследования проводились на очень серьезных микроскопах при хорошем увеличении, с изменением глубины резкости, анализом. Если бы это было какое-то химическое взаимодействие, ну и плюс вот наплывы, я потом взял и посчитал вот этот наплыв, который, так сказать, образовался на поверхности этого CD-диска. То есть, вот взял, так сказать, сделал такие измерения по глубине резкости, определил вот эту границу наплывов, посчитал объем. У меня получился тот же самый объем, что я считал как пустоту и то, что вот как этот наплыв. У меня данные эти совпали. Наплыв, вот то, что я показывал, сейчас я покажу это на CD-диске. Вот этот наплыв я еще рассчитал. Помимо того, что я внутри считал вот эту пустоту, я еще взял и проконтролировал себя, посчитал вот этот наплыв весь. Спасибо, спасибо, Володь. Ответ получен. Я могу сказать... Звук есть? Звук есть? Колтовой? Николай, да. Николай, секундочку. Сейчас, да, от вас звук есть, но потерпите секундочку, я еще одно слово хочу сказать. Еще могу добавить, что то, что это похоже на плавление, вот это для Андреша, похоже на плавление, например, видно, скажем, из работ Высоцкого, который их делал там 15 лет назад. Там они тоже именно термин плавления используют. Так, спасибо. Ответ получен. Николай, задавайте свой вопрос. Во-первых, спасибо, Владимир Александрович, за очень интересный доклад. Первый вопрос. Можно ли его откуда-нибудь скачать, или можете ли его прислать по мейлу? Ну, это вопрос. Доклад, презентация. Валерий его выставит в интернет завтра или послезавтра. Мы его выставим. Это будет у этого на Lender с Apple.ru и там можно скачать и все посмотреть. Спасибо. Второй вопрос. Правильно ли я понял, что Вы наблюдали два типа объектов или треков, кратеры и лепешки? Да. Да. Ну, это только в небольшом количестве лепешки с магнитным полем. Только в магнитном поле. Это говорит, что есть два типа частиц? Я думаю, что это связано с различной киральностью и мы плохо понимаем еще, как работает магнитное поле. Спасибо. При всех его и роторах потенциала магнитного потенциала плохо. Я, например, не понимаю, как работает магнитное поле до конца. Дело в том, что Николай удовлетворен. Он понял, что пока этот вопрос не ясен. Я думаю, что это связано с киральностью как раз, с другим вращением. Вращение, а вот какое оно, правое или левое, непонятно. То есть, когда идет противовращение, против силовой линии, получается, что вот этот вот кластер, он как бы пытается его размазать по пространству. Но магнитные силы не дают сильно размазать и вот образуется такая линия. Но это опять-таки мои фантазии. Это предположение. Спасибо. Интересное предположение. Александр Георгиевич Пархомов задает. Владимир Александрович, спасибо за интересный доклад и много новой информации. Но хотелось бы то, что уточнить о конструкции ваших реакторов. Правильно ли я понял, что это что-то типа такого тюбика из никелевой фольги с завальцованными краями? Это вот первое. Второе, я не очень понял, каким образом осуществлялся разогрев, нагрев реактора, где был нагреватель. Ну, еще вот такой вопрос. Достаточно ли было контрольных опытов при экспериментах с диффузионной камерой, ну, типа пустая камера, камера с реактором, который не был в работе, вот, и вот такого типа. Ну, пожалуй, еще для начала. Спасибо. Хорошо, хорошо. Все я понял. Значит, ну, по первому вопросу. Вот, давайте посмотрим, что из себя представляет реактор. Реактор собирался тоже в аргоновой среде. Вот, здесь у меня не пока, а вот здесь я могу показать кусочек. Вот это была изготовлена такая камера герметичная, в аргоновой среде собирался реактор, и он действительно имел, так сказать, форму, знаете, вот, как раньше скрутка делалась, так сказать, махорки. Представляете? Александр, вы меня слышите? Да, вот, несколько, несколько слоев вот такой вот скрутки, сначала она запечатывалась, потом засыпался, а потом уже запечатывался другой край. Вот, и проникновение туда кислорода при тройном или четверном закрутке вот этой никелевой фольги я исключал. Потом это дело все быстро загружалось в камеру, которая... Володь, вот он не понимает, как установлена камера нагрева, поподробнее расскажи про свой заполнялась аргоном. Ну, а что по нагреву? по нагреву вот здесь показана так сказать равномерность распределения, помещался сюда реактор, оттуда подавался аргон, вот, здесь пробочки стояли аргоновые, здесь вот стояло, так сказать, барботирование, то есть я наблюдал вот выход этого аргона отсюда, пузырьков аргона. Вот все, что я могу сказать. А нагреватель, где нагреватель? Нагреватель внутри установки. А это каким образом он был? Типа спираль, которая вокруг всего этого, да, или что там? Спираль, да, спираль. Ну, это, понимаешь, совершенно другая технология у Вархомова, например, это гигантские муки. Александр, 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 вот посмотри разрез установки, здесь он показывал. Вот это вот муфель, вот круглый он, вот, 50 на 60 миллиметров, 50 внутренний и 60 наружный миллиметров. Вот я вам показываю, 5 миллиметров. По печке какой-то получил. Печка какая-то, да? Да, это получил а нагрев снизу, да? Которые, которые, так сказать, смолы, теплоотдачей она работает. Здесь вот минплита. Красные точки это спираль? Красные точки это спираль? Красные точки это спираль, да, вокруг этого намотана вот спираль, фикралевая спираль толщиной. Она, она, это муфельная печь. Он, понимаете, он пользуется, Володь, подожди, дай я объясню, потому что ты не понимаешь, в чем смысл. Люди с муфельными печами не работали, поэтому они не понимают. Вот, это муфельная печь, и она гигантского размера. У нее примерно метр длиной и сантиметров 15 этого самого толщиной, диаметром, это, вот он, покажи, пожалуйста, сантиметров 15 диаметром, вот это керамическое, из такой, из плохой керамики, такая вот это муфель называется. Вот, он окружен спиралью обычной электрической и нагревается. Если мы, Саш, нагреваем маленькие такие какие-то трубочки у нас тоненькие, у него трубка вот такая, метровая и 15-10 сантиметров в диаметре, а внутри вот этот вот его контейнер, как его называют. Это первый вопрос, а второй вопрос, давай дальше. Подождите еще в первом, видимо, мощность нагрева требовалась довольно большая, да? Теплоизоляция очень хорошая и мощность мы там замеряли, она как чайник работает, полтора киловатта. Полтора, да, понятно. Потому что можно рукой вот дотрагиваться и величок, конечно, но при 1200 рука уже не терпит. 70 градусов. Хотелось бы узнать, какой же у вас тепловой коэффициент, но в такой же системе, конечно, невозможно определить тепловой коэффициент, что было бы крайне интересно. Ну, вопрос вот о контролях на диффедионной камере. А что за контроль надо делать? Ну, дело в том, что еще такие жирные треки, они ведь могут образовываться по другим причинам. Архвочастицы, космические излучения, вот это тоже может давать жирные треки. Вот, чтобы быть уверенными, что это, значит, действительно треки от... я предполагал, что вы зададите именно эти вопросы. Вот, это были проведены множество экспериментов таких, а треков таких зафиксировано очень мало. У меня, я могу, так сказать, вы, если интересуетесь этим вопросом, я просто не смогу вам переслать эти вещи. У меня съемок этих очень много. И вот можете смотреть, так сказать, есть сильные треки, ну, сомневаться вы можете сколько угодно. Знаете, я, так сказать, на это внимание особо не буду обращать. Действительно треки странного излучения. От альфа-частист такие же треки получаются. Вопрос задан, ответ получен. Вот, это понятно, что можно сомневаться, не сомневаться. Спасибо Пархому, вопросы были правильные. Для прояснения Анатолий Ильич Никитин задает вопрос. Владимир Александрович, добрый день. Добрый день. Спасибо, значит, за ваш очень насыщенный доклад. Фактически это предложение нашего разговора, который шел и раньше. И фактически я задаю свои же старые вопросы. Первый вопрос, они два связаны. Первый вопрос такой. Темный водород, кластер темного водорода, это нейтральная частица, не имеющая заряда. Камера Вильсона настроена на регистрацию следов от заряженных частиц. водород, объясните механизм появления, фактически ионизации, это вы срываете электроны у атомов, появляется у вас некий йон, вокруг который идет образование пара и капли. Как нейтральная частица может сделать эту работу? И второй вопрос к этому, как нейтральная частица, незаряженная частица темный водород, кластер темного водорода, приобретает огромную энергию на очень маленьких расстояниях, на двойниковых границах, которые имеют очень маленькие размеры, за короткое время на малых размерах она получает гигаэлектрон вольты. Это два связанных вопроса. Первый, как нейтральная частица делать ионизацию и как она приобретает большую энергию? Значит, Анатолий Ильич, ответ будет очень коротким и простым. Если вы растопите снежинку, снежинку, если вы растопите, и при большом увеличении посмотрите, то вы обнаружите там обязательно какую-то песчинку. Здесь происходит то же самое. Здесь нету ионизации даже может и не быть. Здесь есть возгущение, которое делает пересыщенный пар конденсированным. Вот и все, что происходит. Простите, совершенно не понял. Я человек очень простой, это понимает. кристаллография, физика, конденсированное состояние. Я могу показать, что для образования конденсата, для образования конденсата, чтобы образовать поверхность, надо затратить энергию. Вот переохлаждение как раз этим отличается. Переохлаждение есть, а конденсации это и нету. А вот вы чуть-чуть внесли туда какое-нибудь возмущение и пошла конденсация. Вот на этом строится. Володь, прости меня, это не о чем. Ты действительно должен провести некое действие. Ты должен нести энергию и что-то сделать в среде. Была болегла, атом, ты сделай из нее ион. Вот откуда берется энергия на производство этого иона? Точнее, никак, я понимаю, что эта энергия может из генетической энергии и так далее. Но частица заряженная, понятно, летит у тебя электрон, электрическое поле уходит в бесконечность, поэтому хватает довольно широкой трубочки и делает свою работу, ионизирует газ. Твоя частичка, магнитное поле у кластера запах в очень малом пространстве, оно не распространяется на большие расстояния. Поэтому магнитное поле не может дернуть и ионизовать атом. Вот объясните мне, как это все происходит? Анатолий Ильич, вот Володь, подожди, дай я тебе помогу немножко, Володь. Значит, Анатолий Ильич, смотри, вопрос твой к физике работы камеры, диффузионной камеры, ее, наверное, камеры не очень правильно называть. Вот люди, которые обучались профессионально этому, они такие камеры называют диффузионные камеры. И магнитное поле к работе диффузионной камеры имеет только то отношение, что оно позволяет выделить треки от заряженных частиц, от треков, от незаряженных частиц. Только в этом все дело. Там именно протоны были обнаружены, электроны и так далее. А все частицы, имеющие кинетическую энергию повышенную, которые могут там создать ионизацию и создать это самое создать неравновесность, которая приведет к конденсации, они все вызовут треки. Но это физика диффузионных камер и к докладу имеет только то отношение. Это еще его работа пока. Он просто показывает, что рядом с контейнером возникают дополнительные очень жирные треки. Вот на что в первую очередь надо обратить внимание. И второй вопрос, Толь, какой у тебя там был второй вопрос? Вы на первый вопрос мне не ответили. Вы же извините, пожалуйста, я тоже изучал ядерную физику и я не дилетант в этом отношении. Простите, пожалуйста, не надо меня учить. Я просто говорю, объясните мне, как происходит механизм ионизации атома, образования зародочной капли. Вы с помощью нейтральной частицы. Объясните, я только одно могу понять. Я должен лоб в лоб столкнуть эти частицы, чтобы она должна попасть в атом. То есть у меня вероятность этого процесса практически равна нулю. Вот я про это и говорю. А когда заряжена частица, этот вопрос не возникает. Она захватит область гораздо больше пространства, она имеет собственные размеры. Вы не согласны с этим? Если не согласны, тогда разговор окончается. Совершенно справедливо и Володь, давай мы с ним согласимся. А вот второй вопрос, который он задал относительно откуда в двойниковых границах такая энергия набирается. Поясни ему, пожалуйста, что это немножко энергии из другого берется. Расскажи, пожалуйста. Да, я слышал это объяснение. Хорошо, скажи в двух словах это, я потом прокомментирую. Извините, пожалуйста, что я такой наглый. Ребята, это же у нас все-таки дискуссия. Это все правильно, ты молодец. Именно поэтому даже иностранцы нашу конференцию, наши вот эти вебинары очень ценят, потому что у нас здесь настоящие баталии проходят. Ну, правильно. Русские не знаются. Анатолий Ильич, значит, по поводу первого все-таки я тебе скажу. Володь, у тебя куда-то звук девался. Ты давай ближе к микрофону, что ли, я не знаю. Анатолий Ильич, вот сейчас слышно? Да, Володя, слушаю. Да, давай ты просто толить, что-то там. Толя, значит, вот ситуация какая. Ты никак не хочешь понять, что мы работаем с переохлажденной областью. И ее стоит только чуть энергии добавить, и она начинает конденсироваться. Понимаешь? Я понял, ну как ты добавляешь эту энергию? Какой механизм добавки энергии? Он неэффективный у тебя. Володь, 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 Чижов, о втором вопросе он про водниковую границу просит рассказать. Да, механизм ускорения нейтральных частиц, это страшная интересная вещь. То, что ты рассказал, здесь это мне в голову никогда не приходило. Ну, я сейчас прокомментирую, если дашь мне возможность. Ну, объясни сначала ты. Значит, вот мы с вами имеем, где-то там у себя бумажкой какой-то закрыл микрофон на своем компьютере. Поэтому плохо... Нет, нет, ничего не закрывал. Ничего не закрывал, у меня просто показывает, что интернет что-то плоховато с моей. Значит, вот давай вот с этой вот рассмотрим. Вот эту вот ситуацию рассмотрим. Вот то, что здесь протоны и то, что электроны, это показано еще и объяснено и экспериментально показано, что они вот в таком состоянии в этой кристаллической решетке никеля находятся. Чем она и отличается? Это, наверное, и свойственно и палладию, и никелю, и, может быть, частично платине. Вот. Вот в таком состоянии они находятся. Но вот эти вот границы, границы, они даже при комнатной температуре, они дрожат, вся система дрожит. Это фононная составляющая, от нее никуда не денешься. Вот. Теплоемкость, что такое теплоемкость? Это вот как раз Дубайевская теплоемкость. Это колебательная составляющая, которая растет до 3R, вот, как показано. У Эйнштейна своя там, немножко кривая, а он еще поправочку сделал, но это уже при низких температурах. Вот. За счет вот этого, то, что они зажаты вот здесь вот, если бы была совершенно чистая вот эта вот поверхность, как я рассматриваю для сверхпроводимости, то вот эти электроны, они бы уходили на поверхность. Концентрация их, и там образовывался бы вихрь. А так, как здесь присутствуют еще вот эти вот ионы, вот эта вот вся система, она колеблется. И вот эти колебания, они приводят к постоянному нарастанию, так сказать, вот накапливанию энергии. И как только энергия эта накапливается до такой степени, что может образоваться вот мезоатом, который способен преодолеть вот этот кулоновский барьер. Вот. А вот эти вот уже подготовленные здесь частицы есть. Но нейтрон-то вылетает. Но он вылетает, но живет, он не свободен. Он не живет 14 минут, как свободный нейтрон. и потом распадается. А в этой вот ситуации он распадается сразу. И вот РМ Кюри показала протон вот этот вот очень энергетичный. А может быть даже она и кластеры вот эти вот спутала с этим протоном. Вот. И тогда вот энергетический этот протон, он в этой энергетической среде и создает вот то вывернутую ситуацию, о которой говорит Валерий Николаевич. Валерий Зателепин. С Барановым. Сергей Дмитриевичем. С Дмитрием. Вот. И а вот эти вот они квантуются, образуется вот такой вот кластер очень малого размера, который проникает сквозь любые кристаллические решетки, потому что там параметр в тысячу раз больше, чем этот кластер, а может быть и в десять тысяч раз больше, чем этот кластер. Но кластер этот состоит из множества протонов, из множества протонов. я вот прикинул, ну это так сказать оценки, конечно, там может быть и порядки гуляют. У меня получилось, я вот из своих рассуждений получил десять шестой темного водорода, вот чтобы создать такой кратер 0,3 терраэлектронвольта, чтобы он имел энергетику 0,3 терраэлектронвольта. Потом этот процесс замолкает, замолкает этот процесс, все, испускание произошло, и нету следующего испускания, я целый час жду опять, пока вот эта вся система раскачается, а то может быть и это в среднем час я жду, а где-то может быть час двадцать, а где-то может быть и сорок минут раскачивается и вылетает, а иногда вылетает такое количество, что создает вот такие длинные треки, прожигает длинные треки, похоже на радиоактивный распад, но радиоактивный распад именно не в смысле радиоактивного распада, а в смысле как квази-радиоактивный распад, вот из этого я и схожу. Ответ получен, Володь, вот Анатолий Ильич, давай я помогу ему немножко, потому что ладно, я дискуссия, если вы мне слово не даете, я дискуссию скажу, отвечу. Да, нет, но я вот пояснить немножко хочу, потому что вот только, возможно, я до конца понимаю, или почти до конца понимаю, о чем он говорит, дело в том, что он каким-то образом, Владимир Александрович Чижов, каким-то образом понял, что нужно хорошо бы протон разогнать очень хорошо для того, чтобы создать темный водород, и это совершенно справедливая вещь, совершенно справедливая вещь, и он этот механизм предлагает, то есть это подготовительный механизм в двойниковой границе для того, чтобы создать такую вот маленькую частичку, который потом, темный водород, который потом слепится кластеры, которые потом пойдут прожигать чего-то, вот это подготовительный механизм, ответ получен, и ответ... Я ответ у него длинсталион, я комментарий скажу, если бы мне слово дать. обязательно, Игорь Буйлин задает вопрос. Здравствуйте. Алло, меня слышно? Да, слышно. Пожалуйста, задавайте. Слышно, слышно. Вот немножко философскую область еще. Вы говорили, что можно по-философски, холодную ядерную синтезу я так понимаю лет 50 уже со времен Филимоненко. По меди не говорите. Со времен Филимоненко холодному ядерному синтезу 50 лет где-то, да? Вот. И насколько я понимаю, я сам математикой вообще, ну все-таки думаю, что так, что никакой удовлетворительной теории пока этого процесса не существует. Да? Вопрос четко задайте. Нет? Вопрос такой. В сложившейся ситуации, если нету никаких удовлетворительных теорий этого процесса, есть только модели у разных авторов свои, но нельзя ли подумать, может быть, в такой ситуации какие-то более экзотические объяснения этому делу применить? Вот в 70-е годы в Европе появилась такая парадигма, цифровая физика, цифровая физика, вот она имеет свое объяснение процессам ХИАС и в том числе странному излучению. Вам не приходилось читать такие работы? А если да, то какое ваше мнение по ним? Например, работы Андрея Альбертовича Гришаева? Нет, не знаком с этими работами. Познакомьтесь, интересно, меня больше, конечно, интересовали все-таки работы по сверхпроводимости, и здесь я более, так сказать, я буквально два слова объясню, в чем там фишка происходит. Игорь, вопрос, Игорь, вопрос задали. Я вот этому вопросу как раз и объясню, в чем вопрос. Игорь, вы вопрос задали, а комментарии потом, давайте. Но автор же не знает, о чем я его спросил, а вот я хотел уточнить. Нет, вы в комментарии объясните, в комментарии объясните. Все, вопросов нет. Друзья, теперь, пожалуйста, вот много было желающих высказаться, поэтому, пожалуйста, поднимайте руки, кто хочет что-то сказать. Если никто не хочет сказать, ну, во-первых, вот мы знаем, что Никитин хочет что-то сказать, вот Булин хочет что-то сказать, наверняка Пархомов что-то хочет сказать, много желающих, и даже Лукин хочет что-то сказать. Вот Лукин первый поднял руку, и поэтому, Леонид, Леонид, это самое. У меня вопрос такой, какой механизм действия синего цвета, синие лампочки на эти процессы, ведь же ваше вещество находится в непрозрачной оболочке, в оболочке непрозрачной для синего цвета, не могли бы вы пояснить это, каков механизм действия синей лампочки? А меня слышно, Валер? Тебя слышно, это опять вопрос, мы тут уже начали обсуждение, ну, хорошо, Володь, ответь, последний вопрос. Последний вопрос, ответь, что ты там развернул насадку. Сейчас отвечу, вот посмотрите сюда, посмотрите вот сюда. Куда? Это тоже самое действие. А это мисбааруское измерение, а речь идет о синей лампочке. Вы показывали там вот синяя лампочка, если поднести. Я уже вам ответил. Я ответил. Вот вы действуете дополнительной энергией на всю систему, и вся система это чувствует. Это мой ответ. Спасибо, хорошо. Понятно. Я понял, да. Хотя оболочка не прозрачна для синего цвета. Дело в том, что сама оболочка здесь работает. Она вся пропитана водородом. Ну, хорошо. Она из никеля. Так, ну, первый поднял руку для этого самого, для ответа, для комментариев Анатолий Ильич Никитин. Анатолий, пожалуйста. Анатолий, включи микрофон, пожалуйста. Не слышно. тебя. Подолжение. это, так сказать, комментарий к авторам идеи, очень интересная идея насчет нового состояния водорода и экологии. Значит, возможно, если говорить, так сказать, на житейском языке, вопрос такой, можно ли осуществить термоядерную реакцию, слияние атома водорода при комнатной температуре? вопрос да, это можно. Причина какая, что даже при комнатной температуре в распределении Максвелла находятся атомы с очень большой энергией, с большой скоростью, которые могут сталкиваться и образовывать ядра гелия. Вопрос относится к вашему вопросу. Ваша система образования быстрых частиц вполне возможна, но вероятность того, что эта частичка может образоваться один раз в месяц или раз в год, о которой говорил Володя, это, похоже, не очень обоснованно, потому что при комнатной температуре, опять же, получить геммную частицу, вероятность она есть, но эта вероятность, опять же говорю, не хватает жизни Вселенной. Поэтому процесс интересный, но я бы вам предложил все-таки прочитать его уже более досконально с учетом всяких вероятностей и так далее. И мой совет такой, что поскольку я тоже, так сказать, немножко заинтересован в понимании и попытке объяснения структуры странных частиц, мне кажется, что отказ от нейтральности, от заряженности и перехода к нейтральности является ошибкой. Потому что все системы ускорения на Земле частиц, и я считаю, что и в космосе тоже, это то, что мы имеем, это все ускорение частиц в электрических полях, то есть ускорение заряженных частиц. Я сторонник, именно, если существуют эти кластеры, то они заряжены. Спасибо за внимание. Спасибо, Анатолий Ильич. Его комментарий. Вот странным образом я все время замечаю, что Анатолий Ильич он как-то в корневую точку обычно бьет и правильно все это делает. Я поясню немножко этот доклад Чижова. Я чуть-чуть поясню. И я выступал несколько раз по темному водороду и показывал, что он заряжен и очень вернее, у него он не заряжен, но у него очень мощное поле. Но я об этом чуть позже скажу, почему это получается. Так, спасибо. Андрош, Андрош, ваш комментарий. Хорошо, я сделаю комментарий. Можно на английском языке сделать комментарий или по-русски постараться? Постарайся. Пожалуйста, пожалуйста, скажи в русском, если это возможно. Хорошо, я постараюсь. Я хочу... Гуд что-то показать. Мой экран виден сейчас? Нет, он не может быть виден, потому что сейчас экран Чижова. Володя, бери, пожалуйста, свой экран. Выключи свой экран. Останови демонстрацию. Да, выключи демонстрацию. Вот демонстрация Ковача. Да, видно сейчас. Это к моему вопросу об оплавлении. У нас был эксперимент такой, что у нас был реактор, сначала труба, сваренная в молитвене, потом в ней труба сталь, и в трубе сталь был сам реактор, Константан и литий. И вот у нас прошел этот процесс, как будто расплавление, расплавление было, видите, открылась эта трубка в молитвене. И это было в Аргоне, и температура была 1350 градусов. И вот здесь видно, как будто открылся сначала сталь, потом молитвене. здесь потом мы сделали в этих две точки анализ элемента, где показано энд и центр. И здесь анализ, но здесь видно, вот, например, если посмотрим энд, это как будто на поверхности туда сплело феррум, как будто железо сплело туда. И еще кроме еще и никель. медиа не сплело. Вот это такое видимость, как будто все сплотно стало и туда потекло. Но у нас это было в калориметрии. Мы делали калориметрию, и там калориметрия не показывала, что было такое плюс энергия, которое можно было объяснить, как это сплавилось. Вот, например, молебдение труба, температура плавности это 2600 градусов. И, конечно, ничего такого не было. Это невозможно, чтобы такие температуры было, когда калориметр не показывал, что было такая плюс энергия выходила. И еще одно фото я покажу из другого эксперимента. Здесь это труба, это железо, кроме, и после того, как мы остановили реактор, я называю металлический гейзир. Видите, как будто гейзир. Опять как будто сплавность была бы, но у нас опять не было регистрации, чтобы столько плюс энергии выходило. Поэтому для меня это странное, что такое впечатление, как будто бы кристалл перестает быть кристаллем и течет туда-сюда. А это проходит в температуре, в которой должно быть еще кристаллем. вот я думал, что может быть это как-то влияет монополии. Я конечно не понимаю, что происходит, но поэтому я думаю, что это как-то тот же самый процесс, может быть, то, что как и на дисках показывает, как будто плавление, но я не думаю, что это плюс энергии. Думаю, что это как-то проходит без плюс энергии, что кристалл как будто вы плаваете туда-сюда, но интересно было бы понять, что здесь вообще происходит. Вот это мой комментарий. Извините, я выключал микрофон. Спасибо, Андрош. Спасибо, Андрош. Я могу прокомментировать немножко, что вот как это легко объясняется, Андрош, если предположить, что мы собственно и имеем, что наша среда не является равновесной, и у нас при одной и той же энергии есть участки или какие-то молекулы, которые страшно энергетичны, в то время как другие менее энергетичны, в сумме это все энергия примерно та же самая, но вот те самые очень энергетичные частицы делают вот это свое черное дело. Андрош, спасибо. Я еще тогда конечно если так объяснить, нужно это тоже объяснить, что почему мы это не всегда видим, почему металли не расправляются просто так, понимаете, когда мы видим там разные металлические структуры, там стул, мост, и они обычно не расправляются, понимаете. Ну да, да, Андрош, ты прав, конечно, вот, это просто я как одна из идей, и она вот на этом пути надо искать ответы. Спасибо, очень интересный комментарий был, Игорь Буйлин комментирует. Ну да, продолжение темы, вот в 70-е годы появилась такая парадигма цифровая физика, она предполагает, что помимо физической структуры мира, есть еще информационная структура, которая собственно и управляет физическими процессами, в том числе и в ядрах. В ядрах значит там предполагается, что нейтрон с протоном находится в некой динамической связи, и на самом деле она не временная, она переключается на частоте на некоторой, то есть протон все время с другими нейтронами связывается, вот, и вот когда включается ваш генератор, то некоторые ядра разваливаются, и получается такая штука, что собственно атома нету, а структура информационная осталась, она начинает лететь, в том числе попадает в вашу мишень, вот этот CD-диск, вот, и тогда она начинает взаимодействовать с другим ядром вот этого CD-диска, из которого состоит этот CD-диск, и когда на нее, на эту структуру переключается нейтрон из существующего ядра, настоящего, то ядро разваливается, вот, и пока она летит вдоль этого диска, она разваливает целую кучу этих ядер, поэтому все это выглядит как оплавленность какая-то, или какой-то очень высокоэнергетичный процесс, а на самом деле никакой кластер высокоэнергетичный там не летит, вот, и не надо думать о том, значит, как же это, кто его разгоняет там, и так далее, и так далее, и энергия процесса поддерживает просто развал ядер в самом этом CD-диске, вот, это, ну, плюсы этого подхода, ну, а минус, конечно, состоит в том, что приходится признать существование вот этой энергоинформационной надструктуры над миром физически. Спасибо. Спасибо. Я отвечу. Валер, я, наверное, тоже прокомментирую вот этот то ли вопрос, то ли выступление, вот, магнитное поле, что оно будет, так сказать, отталкивать информацию? По-моему, информация, она работает, так сказать, вот, самое быстрое на Земле, так сказать, это наше воображение. Вы сами сказали, что вы не знаете, что такое магнитное поле. Вы сами сказали, что вы не знаете, что такое магнитное поле. Почему бы нет? Почему не отталкивать? Магнитное поле, я... Это уже пикировка, Валер. Я не понимаю четко, как работает магнитное поле, Но то, что я ставлю магнит, и эта частица не проходит, вот это меня удивляет. По вашей модели получается, что, так сказать, информация-то она такая. Володя, Володя, записывай. Володя, Чижов, ты, пожалуйста, слушай. Частица энергетичная, откуда такая энергия? Игорь, хватит, Игорь, прекратите. Вам сказали, откуда. Володя, Володя, Чижов, пожалуйста, ты ответишь. Это не просто энергия, понимаете, энергия берется из вещества просто. Ответишь на вопрос Буйлина, на замечание Буйлина, в конце, в конце ответишь на замечание Буйлина. Хорошо, хорошо. Вот, в принципе, оно, если убрать там какую-то, ну, я бы так сказал, экзотику, типа информационную, которая тут совершенно не нужна ни к чему, то идея очень правильная, и более того, она очень правильная, на мой взгляд. Пархомов Александр Георгиевич говорит, ну, комментирует. Спасибо, Саша, пожалуйста. Ну, вот, уже возникал вопрос о лампах, и в связи с этим я напомню, что я на конференции нашей, которая была осенью, делал доклады о том, что лампы накаливания действительно являются источниками, ну, скажем так, агента, который вызывает ядерные трансмутации. Поэтому вот то, что наблюдал Владимир Александрович, это вот очень интересное другое подтверждение вот того эффекта, о котором было уже доложено. Спасибо, очень это интересное. И вообще, вот эксперименты, многоосечные эксперименты с дисками, это вообще большое, я думаю, достижение, которое надо обдумывать и анализировать, что же там все-таки было наработано. Наверное, очень много интересного можно будет из этого вызвать. Теперь дальше. Вот о том, что излучение, вот эти реакторы, которые они поработают, и после остановки они дают остаточное излучение, которое длится долгое время. Ну, это эффект уже, он известен давно, у нас даже по этому поводу опубликована статья, можете почитать, вот, ЖФНН, выпуск 25-26, там статья Егмененко, ну и с моим соавторством. Он исследовал на протяжении нескольких лет обломочек одного из наших реакторов и увидел, что действительно что-то излучается, что именно трудно было понять. Ну, например, вот, если приложить к этому обломочку рулон фотопленки и подержать какое-то достаточно продолжительное время, то мы увидим вот эти вот отпечатки, совершенно четкие, которые на протяжении нескольких слоев постепенно затухают. Вот это вот такое замечание, что, да. И вот еще я хочу отметить, что все-таки колебания, которые были, замечались в реакторе, я думаю, что это колебание не есть свойство вот этого Ленера, а просто свойство вот этой вот тепловой системы. Эта система очень инмерционная, и когда выставляешь вот режим поддержания определенной температуры, то вот то, что регистрирует, значит, термофар в середине, а тепло подается снаружи, это всегда происходит с большой задержкой, и обязательно, обязательно возникают колебания. Вот мы поэтому отказались от такого режима в наших реакторах, потому что он иной раз может вызвать очень большие колебания, приводящие к разрушению, и перешли просто к накалу постоянной мощности, и тогда вот эти вот колебания просто исчезают. Ну, вот такие небольшие замечания. Вообще, конечно, очень-очень-очень хорошо, что вот есть люди, которых очень немного, которые активно работают в области экспериментов, и пожелаем Владимиру Александровичу дальнейших успехов на этом поприще. Ну, и пусть не обижаются за критику. И я считаю, что критика, она очень важна для того, чтобы действительно... Спасибо, спасибо. ...настоящие. Спасибо. Спасибо, Александр. Спасибо. Ну, еще вопросы. Значит, у нас там Пархомов задал свой вопрос, и теперь Дангян, пожалуйста. У меня такое замечание, что при таких экспериментах обязательно нужно контролировать внутреннее давление в реакторе водорода, потому что водород может быстро исчезнуть и, соответственно, там не оказаться. Поэтому либо надо непрерывно подавать туда водород под определенным давлением, либо как-то контролировать и узнать, что там происходит. Спасибо. Это правильное замечание, конечно, потому что чем более совершенная экспериментальная установка, тем лучше. Я хотел немножко пояснить, о чем вообще идет, может идти речь. Я занимался трещинами, то есть как они растут при функционировании тех или других кристаллов или материалов. И оказалась довольно интересная вещь, что весь кристалл может там перегружаться, работать и так далее, но всю энергетику он сбрасывает в трещину. То есть происходит кумуляция энергии в трещине. То же самое, возможно, происходит на вот этих двойниковых границах. То есть проникает туда водород, в эти трещины, либо еще какие-то вещи происходят. И вся энергетика сбрасывается с кристалла именно в эту трещину или в двойниковую границу. Поэтому, ну вот, Никитин делал там замечание, что сколько там Вселенная живет, то все это может оказаться, локализуется в трещине, в одной, в нескольких там. И действительно, такие частицы могут формироваться, получать огромное ускорение и формировать в том числе и вот ваш такой сложный водород. То есть я не вижу в этом большой проблемы, но надо заниматься проблемами именно кумуляции энергии в таких вот границах. Если это представляет возможность. Ну, может быть, даже попытаться как-то такую трещину с сужающимся конечком сформировать, там сделать и так далее. Ну, это, наверное, на будущее. А так работа, конечно, интересная. В продолжении всех тех работ, которые делались и до Владимира Александровича. Спасибо, Филипп, за поддержку. Я могу сказать, что вот то, о чем говорил Чижов, о фаноновом механизме колебаний двойниковой границы, это, по сути дела, другими словами, то, о чем говорил сейчас только что Филипп. Баранов задает вопрос. Дим, включи свой микрофон, пожалуйста. У меня не вопрос, у меня небольшой комментарий по поводу разных взглядов на разрушение. Ну, самое простое, конечно, все разрушения объяснять плавлением. Но это не так. На самом деле, вот это теоретики в МИФИ так делали работу, выясняли, сколько надо удалить электронов из кристалла, чтобы он развалился. Оказывается, не так уж и много. Там всего лишь 12-14% электронов, если из кристалла каким-то фантастическим образом убрать, то кристалл просто развалится. Потому что электроны, ну, они связывают атомы. Вот. Ну, и тут надо сказать про темный водород. У него есть такое удивительное свойство, которое публика, по-моему, еще не восприняла. Дело в том, что он нейтральный. Да, действительно, он нейтральный. Там два электрона и два протона. Но эти два релятивистских электрона создают вокруг поле, которое эквивалентно заряду 10-20 электронов. То есть такой темный водород, который залетает в кристалл, он сносит все электроны, которые там в ближайшей зоне сидят. И материал может разваливаться. А какие при этом получаются энергозатраты, вот этот вопрос открытый, еще не знаю. Ну, в общем, с плавлением тут нужно, наверное, быть осторожнее. Все. Спасибо. Спасибо за комментарий, Дмитрий Сергеевич. Виктор Анатольевич Почелюко, пожалуйста. Я не замечание, я просто хочу сказать, что статья Владимира Александровича, вот она вышла в сборнике прошлогодней конференции. И она достаточно объемная, 15 страниц, по-моему, где-то не меньше. И я могу сбросить файл, ну, вам, Валерий Николаевич. Да, сбрось, пожалуйста, да. Спасибо. Спасибо. Супер, супер. Вот это классная поддержка. Классная поддержка. Спасибо, Виктор. Только это ты хотел сказать? Да, да, потому что сдалась фамилия, но вот я отрапортовал. Да, хорошо, спасибо. Плохо слышно, Виктор, тебя, но мы поняли. Вы высылай мне, пожалуйста. И Сурин, Михаил, комментарий свой дает. Да, добрый день, меня слышно? Да, слышно. Значит, я, к сожалению, должен сказать, что Владимир Акимович уме. 24 января, я не знаю, все ли знают об этом. Да, мы знаем, у нас объявляли об этом. Да, мы, к сожалению, все. Да, ну, значит, тем не менее, эфиродинамическая лаборатория имени Фалеса Милецкого продолжает жить. Ведутся всякие работы. Вот, ну, может, даже есть надежда возобновить выход в сборниках. Вот, в принципе, вот то, что мы сегодня слушали, имеет, на мой взгляд, прямое отношение к эфиродинамике. По той причине, что без применения, ну, эфирных представлений той или иной направленности, ничего там не будет понятно. Вот. Не помогут никакая квантовая механика и даже темные водородки. То есть, сначала, конечно, надо разобраться, что там делается на уровне эфирных материи, и тогда можно двигаться дальше. Ну, собственно, все. Спасибо. Спасибо, Михаил. Анатолий Иванович Климов хочет сказать несколько слов. А можно я, вот, пока Сурин Михаил говорил, можно я чуть-чуть скажу? Да, конечно. Только очень коротко, потому что я тебе слово дам еще. Коротко-коротко. Значит, Михаил, после того, как я сделал в 16-м году теоретическую лекцию провел в Рудеене, там это вызвало много споров, там и нас топтали, и хорошо топтали. Меня подозвал вот покойный Ацихловский Владимир Акимович. Акимович, да, Владимир Акимович подозвал меня и вручил, подписав на своем диске свои работы. Вот это для меня было просто, так сказать, благостная весть. Вот я просто был удивлен. Вот, поэтому он оценил вот те теоретические посылы, которые были выделены еще тогда. Так что... Спасибо за комментарий, за ответ. Спасибо. Все можно так действовать. Спасибо. Климов комментирует. Собственно, я даже не комментирую, а хочу добавить вот несколько слов к комментарию, который сделал Андрюш, наш гость из... Где он? В Финляндии, что ли? Мне очень понравился его коммент, как он назвал, на русском тем более. И результат, который он предложил нам принять во внимание, они очень интересны. Я за то, чтобы он все-таки прислал этот материал для ознакомления более подробного нашей комьюнити, для такого подробного изучения. Ну, а я с ним солидарен. То есть, на самом деле, Володь, вот о чем говорил, насколько я понимаю, Андрюш, значит, все-таки есть на сегодняшний день уже, помимо экзотических вещей, есть же традиционные вещи, значит, которые надо учитывать. Это прежде всего, вот ты вскрыл свой реактор, а чего там наплодилось, так сказать. Ты же, так сказать, вот говоришь, там насыпал этот самый алюмагидрид, так сказать, и заковал его в оберточку там, значит. А Андрюш говорит, а вот мы же знаем, что там меняется не только химсостав, но меняется еще и изотопный состав. Поэтому говорить о том, что вылетает что-то, претендующее на роль странного излучения, надо вот все данные взяв в совокупности. Не одну какую-то вот трясти. Мне нравится темный водород и буду только эту вот линию развивать. А надо развивать все, что есть, сопутствует вот этому процессу, то, что мы называем, ну, условно, холодным синтезом, так сказать. Вот реактор отработал, давайте все-таки посмотрим, а что же там могло быть. И не фантазировать, а вот просто берем химический анализ, берем, так сказать, средства измерения. Летят ли оттуда, вот правильно сказал, значит, кто-то здесь выступал, а может быть летят альфа-частицы. Тот же Пархомов говорит, ну, давайте убедимся, что они не летят. Эксперимент должен быть, ты каждый раз должен себя толкать на мысль, что я что-то не доделал, что-то надо еще, так сказать, сделать для того, чтобы была, ну, полновесная моя точка зрения. Понимаешь, я к тому, что результаты, безусловно, интересные, безусловно, всех они вызвали, вот, так сказать, живой интерес, но явно это, надо сказать, что это первая стадия больших, каких-то, так сказать, систематических изучений. Ну, что там этот диск, что вы молитесь на один диск, этот носитель, надо же сделать какие-то хотя бы несколько там носителей, которые регистрируют это темное излучение, так сказать. Значит, может быть на дисках так, а на рентгеновских пленках по-другому. Значит, ну, он, значит, этот Пархомов мне показал, на стекле-то третье. Если вы вспомните этого самого, вот, завтра же будет как раз семинар, посвященный, значит, еще более экзотическим объектам, их не фантазируют, это эктоны. Это там кластер, 10-12 электронов летят. А может быть, летят и кто, ну, у тебя там термоэмиссия есть, ничто, никакие точки зрения не должны быть исключены, только его величество, значит, эксперимент, измерения, достоверные, однозначные, независимыми методами дают нам возможность продвинуться вперед. Ну, и заканчивая свое вот выступление, все-таки еще раз, чтобы не забыл Андрош, Андрош, очень любопытные результаты, значит, если все, как ты говоришь. Я ему напишу, я ему напишу, он попросил кое-что у меня, я ему напишу и твой вопрос повторю. Спасибо. Твою просьбу повторю. Игорь, вы уже говорили, ну, если очень коротко, пожалуйста. Спасибо за замечание. В двух словах, вот, в столь с лишним лет автомобили ездили на карбюраторах, то есть дозатор бензина был механический. В 1936 году Тьюринг придумал свою машину, у нас объявили, что кибернетика – это лженаука, а сейчас мы все вот сидим за компьютерами и без них никак. И автомобили, хотя там двигатели все-таки внутреннего сгорания, но управляет им теперь компьютер, впрыск там и автоматическая коробка передач, все управляются компьютером. Вот, и вот этот прогресс техники, мне кажется, вполне как аналогия, подходит для того, чтобы сказать, что а почему бы и нет, а почему бы и не быть над физической, кибернетической реальностью. Ну, Игорь Бурин, свою идею, значит, каких-то там этих информационных потоков, и, возможно, в этом что-то есть. Спасибо. Если, значит, больше я вижу нет желающих выступить, но я тогда… Володь, подожди, я тогда пару слов скажу, вот, буквально очень коротко, потому что мы уже затянулись немножко. Вот, я тоже пару слов скажу. В основном то, что я хотел сказать о магнитах, там, о дисках, все это тут так или иначе освещалось, но я скажу о двух вещах, о которых вот люди все-таки не очень понимают. Первое – это то, что достаточно протон разогнать всего-навсего до энергии 13,6 электрона вольта, и образование темного водорода будет идти, а темный водород, как уже тут правильно сказал Баранов, он при своей нейтральности, он генерирует за счет очень реликтивистских электронов, он генерирует огромное электрическое поле. Такое впечатление, что там 20 электронов сидят. Вот эти эктоны, о которых тут только что, значит, вот Климов рассказывал, это вот и есть те самые, значит, вот электроны, которых на самом деле нет, которые неоткуда взяться, но тогда об этом ничего еще не знали, когда электроны месяц изобретал. Вот это такое свойство, и это свойство реализовано, кстати, и в живой природе. И сегодняшний доклад, вот самое главное его свойство, он показал, Чижов, что этот генератор, он его называет контейнером, работает и работает, и даже вычислил время, 20 лет. Я думаю, я пожелаю ему 20 лет с этим контейнером работать, во-первых, здоровья пожелаю, и чтобы он там эти треки регистрировал. И ты не смейся, Володь, а ты давай нам будешь и весной, и осенью докладывать вот этот контейнер, давай мы его как-то назовем контейнер Чижова, вот он сейчас такие показывает результаты, а вот сейчас такие, и всех это будет очень и очень интересовать. Вот, поэтому я очень эту поддерживаю работу, она замечательная. Володь, ну и давай твой ответ, да? Ну что, я только могу сказать всем спасибо за те замечания, которые были высказаны, вот, но по поводу выступления Анатолия Ивановича, я здесь с ним абсолютно согласен, что надо проводить измерения, вот, и считаю, что как раз вот за счет того, что мы имеем вот это вот странное излучение, я сейчас не говорю про тепловой процесс, а именно странное излучение, вот мы посчитали их, там у нас 100 штук получилось за 100 часов, и я считаю, что это как раз и произошла, вот, трансформация именно 100 штук атомов, вот, реальное измерение этого произвести можно только через 100 лет, наверное, чтобы вот это все сработало, поэтому надо проводить термические процессы, где эти эксперименты, где эти эффекты, они чаще идут, гораздо чаще идут, и при наработке в течение полгода, допустим, или там двух лет этого контейнера, согласен, с подкачкой водорода, чтобы водород там не кончался, вот. Тогда посмотреть, да, действительно, я знаю, так сказать, систему измерения масс-спектрального анализа, там 30 процентов и 300 процентов потерять нет проблем, поэтому сейчас делать такие анализы, вот, когда у нас 100 штучек в час вылетают, ну, это просто себя обманывать, это и стратить деньги, и себя обмануть. Можно и такой результат получить, и такой результат получить, а вот полтора года провели при термическом процессе, при 1000-1150 градусов, когда их там летит куча, и посмотреть, да, соответствует вот это, этому эффекту или нет. То есть мы знаем, что при термическом процессе у нас, допустим, в минуту летит там 100 или 200 штук, там, или 1000 штук, вот, обвязали даже этими CD-дисками и посчитали, сколько у нас в час вылетело этих штучек, весь, как у меня было вот сделано по кругу. Посчитали, посмотрели, да, вот у нас в среднем вот такое вот, полтора года провели эти эксперименты, посмотрели, да, вот столько-то у нас должно быть изменений, так сказать, изотопного состава. Вот тогда, да, я поверю в эти эксперименты. А сейчас на уровне, так сказать, что штука у нас улетела, какой масс-спектральный процесс снять вот на сборозке экспериментов. Вот это интересно будет посмотреть. Как вот в течение одного часа, допустим, происходит изменение вот этих линий, что они покажут нам с таким хорошим разрешением? Спасибо, спасибо за комментарии, спасибо за вопросы, спасибо за критику. Все будем учитывать. И мне очень понравилось предложение Анатолия Ивановича, что надо провести круглый стол, то есть с обсуждением тех и слушать друг друга. Ну, то есть это мозговой штурм, провести мозговой штурм, прислушиваясь друг к другу и выбирать какие-то направления для все-таки проверки данного эффекта и выяснить, наконец, что же это такое. Это странное излучение и как управлять этим процессом. И сможем ли мы получить, я думаю, что сможем получить генератор. Спасибо, Владимир, за комментарий. Друзья, значит, на этом... Валерий Николаевич, я тут не могу поднять руку. У меня просьба, можно я покажу коллегам треки странного излучения в природе? Одну минутку. Емко наболевилась. Даже руку вы не подняли. Я же давал... Я могу что-то поднять у меня на моем зуме, ничего-то нет. Плечо болеть? Просто не знаю. Хорошо, покажите, да. Только очень быстро. Ну, вот включите экран, или что мне нужно сделать? Ну, вы еще тренироваться будете. Вы можете говорить. Геннадий, давайте сделаем так. Вы можете говорить. Нет, он хочет показать вам. Я включил вот изображение экрана, но это не мое. Геннадий, Геннадий, давайте мы тренироваться не будем. Вы следуете на следующем семинаре через неделю. Этот семинар такой забойный, что все запомнили. Вы покажете через неделю. Я дам вам слово. А на сегодня давайте закончим. Только одна минута. И всем станет понятно и интересно. Геннадий, спасибо. Спасибо. Извините, вынужден... Уже надо заканчивать. Друзья, значит, через неделю у нас будет очень интересный семинар. Выступает Панчелюга. Там мы дадим слово и Савенкову Геннадию из Украины, из Киева, который хочет по трекам что-то покажет. Давайте запомним этот вопрос. Просто сегодня уже затянулось немножко. И на этом заканчиваю. Спасибо всем за участие и ждем через неделю. Спасибо. Спасибо. До свидания.